Крушение легкомоторного самолета расследуют в Хабаровске. В минувшую субботу Як-18Т разбился на аэродроме Калинка. Экипаж погиб. В самолете находились пилот-любитель Сергей Ланкин и президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Следователи рассматривают две основные версии крушения. Репортаж Софьи Кореневой. На аэродроме Калинка сегодня немноголюдно. Больше всего людей собирается здесь на выходных. Так было и в эту субботу, 27 апреля, когда крушение около трех часов дня потерпел самолет Як-18Т. На аэродроме говорят, что катастрофа произошла практически сразу после взлета, когда самолет еще не набрал ни скорости, ни высоты. На борту были и погибли в крушении Сергей Ланкин и Владимир Левшин. Все, что здесь есть, все держалось на нем. У него не было ни выходных, не было ни праздников. Президента Дальневосточной Федерации авиационного спорта Владимира Левшина неофициально называли начальником посадочной площадки. Его усилиями на аэродроме появилось даже подсобное хозяйство. В прошлом пилот военной авиации одним из первых начал развивать любительскую и спортивную авиацию в регионе. Мечтал собрать сборную края. Именно благодаря ему многие пришли, в том числе и я, вот сюда в авиацию, в малую авиацию. Потому что он был и моим инструктором в свое время. 27 апреля в кабине был также Сергей Ланкин, пилот-любитель. По словам родственников, авиацией он увлекся около пяти лет назад. У обоих пилотов остались семьи. У Володи жена и дочь в городе Хабаровске. У Сергея Ланкина тоже семья, двое сыновей, один еще несовершеннолетний. Я скорблю вместе с ними. Я соболезную им. Разбившийся Як-18Т «Тунгус», выпущенный в единственном экземпляре, принадлежал Сергею Ланкину. Кто именно управлял воздушным судном, пока официальной информации нет. На аэродроме говорят, что на месте командира сидел хозяин самолета. Его родственники предполагают, что управлять яком в тот раз смог и более опытный пилот Владимир Левшин. Сейчас Следственный комитет рассматривает две версии случившегося. Ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Уже известно, из-за катастрофы отменили акцию эскадрилья героев. Одним из ее организаторов был Владимир Левшин.